Белгород, есть Курск, есть Крым, не будет Украины, не будет, а что тогда будет? Будет Россия. Украина это советское наследие, не было такого государства. И нет города Киева. Будет Одесса или не будет Одессы? Украина совсем не маленькая страна, по европейским меркам так огромная, а по меркам какого-нибудь Лихтенштейна, так просто неприлично огромная. Надо бы ее подсократить, чем мы, в общем-то, с успехом, слава богу, и занимаемся. Привет, друзья, я Григорий Герман. Из всех грехов, которые, как дворняга-блох, нахваталась российская пропаганда, и от нее набралось российское общество, меня поражает не уровень цинизма, или уровень лжи. К этому ко всему можно привыкнуть, и можно даже прогнозировать их действия. А вот к чему привыкнуть нельзя, и что нельзя прогнозировать, так это уровень бессмысленности того, что делает и что говорит вся Останкинская и вся Кремлевская рать. Бессмысленность. Ну вот смотрите, бессмысленно было утверждать, Украина не настоящая страна, ее не существует, украинцы не будут сопротивляться, с цветами будут встречать. Для того, чтобы убедиться в обратном, надо было просто пообщаться с украинцами, увидеть все своими глазами, почитать историю нашей страны и нашего народа. Но нет, это слишком сложная задача для кремлевских пропагандонов или для кремлевских сидельцев, да и для простых россиян тоже. Теперь вот новая бессмысльца. Украинацисты посягнули на жизнь самого. Украина перешла в контрнаступ в соответствии с классикой натовской доктрины. Сначала удары по центрам принятия решения, с целью ликвидации главы нашего государства, верховного главнокомандующего. Я, блин, вот прям вижу, как в нашей ставке, говорят, так, план такой, сначала убиваем Путина, потом идем в наступление. Ну это полнейшая же бессмыслица. На нафиг нам убивать вашего гремлина, а? Нам нужно, чтобы он сам сдох. Ну или его канделябром верные миньоны огрели в борьбе за власть и бабло. Ну или чтобы вы его, народ, сами снесли. Ну вот как-то так. А думать, что наступление захлебнется, если не убить Путина, это из области психиатрии. Маэстро истерики. Ваш выход. И не случайно турки же пишут покушение на Путина. Они же видят логику. Логика очень простая. Если до этого в прямую призывали немцы, американцы, британцы к физическому устранению нашего президента. Сейчас Украина нападает и все говорят, не-не-не, это не мы. Вы что, козлы, это вы! С ума сошел? Они атакуют Кремль, он может или может. А ты вообще кто такой, чтобы что-то мочь? Уничтожать. Сходу причем. Сходу уничтожать всю нацистскую хунту. Да они сделают все возможное, чтобы нас уничтожить. Неужели это кому-то непонятно? Вся вот эта рада, вся эта нацистская хунта должна быть уничтожена. Вы что, козлы, это вы! Психический, ты оглянись. Козлы как раз вокруг тебя в студии собрались. Собрались, рогами друга об друга трутся, глаза дурные выпячивают, бессмысленно выплевывают из недр сознания. Это истерический абсолютно бред, в который должен верить весь российский зритель. Органы управления Зеленский, Подоляк, Залужный, Сырский, ну и так далее, и тому подобное. Надо четко понимать, что они на этой земле находиться не должны. Это ничего не мешает сделать. Не мешает сделать. Ну, не мешает. Ну, что-то, наверное, все-таки мешает, да? И я сейчас не про Кахонеса, а, собственно, про плохого танцора. Плохого, пляшивого танцора. Того танцора, который так вам говорил, Украина будет легкой победой, никто не мешает сделать ее Малороссией. Давайте, не тяните, пересматривайте дома на Печерских холмах. Да, 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 все-таки будет. А вот что же пошло не так? Вот этого они понять не могут. Ну, или не хотят. Это сложно. Намного проще, войдя в состояние «я у мамы наркоман», рожать идеи одна бредовее другой. Воздушный пункт управления – это то, на чем Зеленский сегодня полетел в Финляндию. Он не должен оттуда вообще взлететь больше. У нас есть все для того, чтобы оттуда не взлетело. Это будет вполне легитимная цель. У нас есть все, чтобы он не взлетел. Да нет у вас ничего. Хотя, что это, я нет, я обманываю. Есть акустическое оружие. Надо громко всей студии кричать «Самолет не взлетит!» Желательно хором и вот так вот, ритмично. Ну, в детстве, когда Деда Мороза звали на утренниках, это же срабатывало, да? Вот и в этот раз сработает. Но это не точно. А кроме этого, нет у вас ничего. Только вопли, истерика и постоянное «надо ответить!» Когда мы не ответили ликвидации тех, кто давал приказы на теракт на Крымском мосту, мы не ответили на убийство Дарьи Дугиной, мы не ответили на убийство Владлена Татарского. Долго мы еще должны искать партнеров и сдерживаться? Я бы посоветовал все-таки сдержаться, если даже очень хочется. А то можно получить не непонятно кем запущенным, непонятно зачем самовзрывающимся возле купола Сенатского дворца Кремля непонятным беспилотником. А вот ах** точно взрывающийся и понятно кем запущенный залп крылатых ракет «Тамагавк». Не, не по Путину, я же говорю, он никого не интересует в мире. Даже Китай все меньше и меньше интересует. Ракеты придут по Черноморскому флоту, к примеру, или по группировке войск на территории Украины. Вот прям в штабы, в склады, в располаги. Раз ударчик, два ударчик будет, попочка. Но сейчас я не об этом. Сейчас о том, что, скорее всего, это кто-то из ваших же в рамках межвидовой борьбы по Кремлю дрон с другого берега Москвы-реки запустил. Это еще одна бессмысленность, но чисто в русском стиле, самим себя бомбить. Так можно пару генералов сместить, конечно, или вообще самого оленевода, но есть и побочный эффект. Можно заиграться, и народ может спросить, а власть где? Они же делают это для того, чтобы показать нашу неспособность и слабость. Они это делают, потому что могут. Чтобы наш народ, глядя на это, сказал, а где власть? Правильно. А где власть? Это цель именно такая. Проспали опять, да? Вот же для чего это делается. Поэтому власть должна сделать что? Поэтому власть должна сделать что? Намекает спикеру Соловьев. А там стить! Ответственность вести. Ну, ответственность само собой. А с этими что делать? Ну, хорошо, мы накажем. Но украинцев кто наказывать будет? Ответственного найти. Вот, блин, всю игру испортил. Дубина непонятливая. Ответственное в Киеве. Не, в Вашингтоне. Но спикера уже не остановить. Понесло болезного. Если где-то что-то летит, кого когда сняли? За то, что где-то что-то взорвалось и полетело. Я что-то не слышал совсем. А есть люди, которые отвечают за это. Люди, конечно, есть. Только отвечать некому. Напомните, пожалуйста, я вот просто запамятовал. А кто ответил за взрыв на Крымском мосту? Ну, вот на этом сакральном для каждого Путина месте. Ну, там же были люди, там генералы, ответственные за его безопасность. А? Что? Нет? Окей. Неожиданно обманул враг России. Но вот тут снова рядом прилетело. С мостом. Не, бурную деятельность ФСБ развернуло. Но в другую сторону. Дело по поимке диверсантов, покушавшихся на, о господи, самих руководителей Крыма. Всех причем. И даже самого Гоблина. Представляете себе? ФСБ вскрыло заговор в Крыму, где целью было физическое уничтожение руководителей Крыма. Классический вариант, чё, мы не, мы работаем, мы ловим, мы не бездействуем. Ну и, слава богу, главное, чтобы работали. Соловьев, он тоже работает. Сатаной мух отгоняет. Ну, в смысле, беспилотники. От Кремля. Уничтожен. А нельзя сатаной? Не в ядерном исполнении. Не в ядерном. Можно и без сатаны даже. А вы просто тихо и спокойно. Предупредите американских коллег, что это будет не ядерное. Учебный пуск. И нет города Киева. Эх, разудись, рука, разойдись, плечо. Вашингтон с Берлином, иди сюда. Сейчас русский богатырь, сын Рудольфа, вам покажет. Тянутся, наконец, уже рас***ли все эти Нью-Йорки, Вашингтоны, Берлины, Лондоны, Парижи. Вот чего-чего, а ядерное оружие на сколько хуже. Ух, ярко. Ух, красиво. И бессмысленно до удивления. Польза только одна. Затклый воздух в студии разогнал своими громогласными бреднями. Не, ну реально, как писал классик украинской литературы в пьесе о Гамлетт, в открытый вик на хайп про витреце. Пусть будет так. Вон от духоты цельного члена Президиума Совета по Внешнеоборонной политике Андрея Безрукова понесло в аэропорты столицы. Столкнулся бедняга с российской действительностью. Это называется столичный аэропорт. Вот тест на бардачность. На тебя набегают куча ребят, которые тебе предлагают, так сказать, куда-то провести. Затор машин. Толпа мечется, ищет, куда пойти. Пробки постоянные. А тут еще новые. Глушилки стали делать, чтобы ты на Яндекс вызвать не мог. Вы выходите в любом турецком аэропорту, линия такси, все организовывал. Я про Дубай тоже не говорю. Очень хороший тест на порядок. Вот как относятся люди к поддержанию порядка на всех уровнях. Вот так мы его и пожинаем. Потому что никого за годы и годы этого бардака никому не прилетело. И никто даже не озаботился тем, что творится в аэропортах. Сколько нервов, сколько правды, сколько искреннего негодования. Какой там беспилотник в Кремле. Да и фиг с ним. Бардак в аэропорту. Даже Турцию с Дубаями ставил в пример. От такого даже старый боевой бык дал слабину и начал пятиться к забору. Откуда и брякнул. Так бардак все века в России был. Нам надо избавиться от бардака внутри. И в мозгах, и в организации. А в истории России за тысячелетие когда-нибудь это удавалось? Удавалось. Когда? Абсолютно удавалось. А когда у нас не было бардака внутри? Вот когда задача стояла, выстраивались такие организации, как СМЕРШ, которые по сути своей антибардачные. Ну конечно. Зачищали все. Но сам факт наличия такой организации показывает наличие бардака. Потому что иначе не надо было бы с ним бороться. Алло, шеф, ты куда? Отец родной, не подводи под монастырь. Тебе-то максимум снова морду набьют, а нас в подвалах сгноят. Кричат испуганные редакторы в подслужку Соловьеву. Какой аэропорт, какой Дубай. Тема программы наказание за покушение. Рудольфыч, как отец, своим инфосолдатом выруливает на вираже. Тех надо наказывать тоже. Тех-то накажут. Как? Кто? Армия. А, ну понятно. Вот опять не слава богу. Армия накажет. Ты ж член президиума. Чего-то там. Какая армия? Российская армия? Ну армия должна получить приказ на наказание. Армия сама не решает, накажем, не накажем. А, ну так вот теперь-то понятно все стало, ребята. ВСУ расходимся. Силы обороны Украины. Прекращаем все вот это вот. Ванек на ноль множить. Просто армии российской никто приказа так и не дал. Уж больше года, как не дал никто приказ. Ну, в смысле, были приказы. Умирать в Украине, дохнуть. Много и бессмысленно. Эти приказы были. А почему приказа побеждать не было, знаете? А потому что стратегии нет. Шах и мат. А вот мой второй вопрос. У нас стратегия есть? Вот чтобы нам всем было понятно, как мы эту войну хотим закончить. О-о-о, все понесло члена президиума. Ну вот как с такими работать, а? Ну за что уплочено было лось, а? Вялой рукой несостоявшегося журналиста и усталого пропагандона Соловьев сейчас вернет разговор в проплаченную Кремлем тему. Вот если мы сейчас сотрем Киев с лица земли, правительственную часть, то сразу все поймут. Вот это сильные с ними надо считать. Сотрем, станем сильными, а не сотрем. Я слушаю ваши заявления. Сейчас мы бабахнем. Нет, это я призываю. К сожалению, у меня кнопочки-то нет. Владимир Владимирович, вот мы же все-таки великая держава. Мы должны быть как каток, который неумолимо, не глядя ни на какие писки и визги, продолжает делать свою работу ежедневно. Туда, куда его стратегия направила. Че-че-че, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А ну-ка, 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 всем стоять, трамвай прижаться вправо. Российская империя – каток. Это интересный концепт. Продолжай, Андреас. Россия – это великая держава, остановить ее невозможно. Она на писки и визги не реагирует. У шеи у катка нету. Он просто катится, сминая все на своем пути. Так, все бред, кроме трех слов. Российская империя и каток. То есть господин, член президиума совета «Почему-то там чего-то там» признает, что мы говорим уже несколько лет? Россия – это последняя империя на Земле. И как любой атовизм, она должна сдохнуть, желательно быстро, но тут уж как пойдет. А вот про каток – ну так и есть. Современная Россия – это каток, безжалостно давящий в блинчики, в первую очередь, своих же граждан. Каток бессмысленности существования такой России. Бессмысленности всех потуг избежать неминуемого поражения. Бессмысленности попыток выжить пляшивому. Каток бессмысленного убийства сотен, сотен тысяч россиян. И да, он, наверное, прав. Остановить этот каток уже никто не может, пока он не рухнет в пропасть с оглушительным грохотом и матерными криками всех, кто на нем едет. Единственное, что жалко – первыми попадают под этот бессмысленный каток дети. Вот эти дети. Крупные войска вооруженных сил Российской Федерации. Родительская благотворность коллективу – это наилучшая награда сотрудникам детского сада. Детский сад является одним из самых больших в городе. В нем воспитывается более 350 детей. Детский сад является активным участником конкурсного движения. Это очень грустно. Этих детей уже готовят убивать украинских детей. Моих детей. Ваших детей. Этих российских детей с детсада учат ненавидеть украинцев. Нет, даже больше. Весь мир ненавидит. Быть похожими на вот этих ублюдков. Белгород, есть Курск. Не будет Украины. Есть Крым. Не будет Украины. А что тогда будет? Будет Россия. Украина – это советское наследие. Не было такого государства. И нет города Киева. Будет Одесса или не будет Одессы? Украина совсем не маленькая страна. По европейским меркам так огромная. А по меркам какого-нибудь Лихтенштейна так просто неприлично огромная. Надо бы ее подсократить, чем мы, в общем-то, с успехом, слава богу, и занимаемся. А у некоторых из этих детей были отцы, которые уже поняли кое-что, но не смогут об этом рассказать своим вонюшам-домашуткам. Потому что отцы эти лежат гниющими кучами на украинских полях. А поняли они, что все, что вкладывали им в голову последние 10 лет, все, что сейчас вкладывают в голову их детям, все это бессмысленно. Все бессмысленно. Лозунги можем повторить. Вера в непобедимость, вера в величие бессмысленной России. А уж насколько не имеет смысла лозунг, русские своих не бросают. Ой. Послушайте простого украинского військового ЗСУ. Вин знает, что говорить. Вин бачев на власне очи. Там вот человек лежал в камешах, три дня кричал. Спочатку просил хлопца подъедить. Это россиян? Так. Потім матюкал. А он лежал от них метров сто. Ну, сто пятьдесят. Вин три дня кричал. Вин потім кричал, что побьет. Ну, воды просил. Это же другое, да? Это же не бросили, а просто не забрали. Я не знаю, я не россиянин. Я знаю только вот то, что... Кто-то сказал, сказал... Война не закинчилась, не закинчивается до тех пор, пока не похоронят тело остатнего солдата. То в них война не закинчивается никогда. Потому что тут их непохороненных тысячи. Для вас, россияне, война не закончится никогда, пока вы не заберете всех солдат с территории Украины. Начать можно с еще пока живых солдат. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее закончится эта бессмысленная для вас война. С мертвыми сами решайте, а вот живых еще можно забрать. Решайте. Будете делать что? Ну, а в ожидании смерти можно лежать на диване и дальше смотреть бессмысленный бред. Вы что, козлы, это вы? С ума сошел? Уничтожать! Сходу причем? Сходу уничтожать всю нацистскую хунту. Да они сделают все возможное, чтобы нас уничтожить. Неужели это кому-то непонятно? Вся вот эта рада, вся эта нацистская хунта должна быть уничтожена. Ну ладно, этому показывать что-то бесполезно. Он на работе, он за это деньги получает. Но вы, россияне, смотрите, как встречают ваши наказания украинцы. Понимаете, что все, что ваша армия, ваша власть, ваш царек плюгавый делают, бессмысленно. Никто не боится, никто не устанет, никто не отвернется. Причем я уже не только про украинцев говорю. Весь мир знает, что, как сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли, если Украина проиграет войну, это разрушит всю систему безопасности в мире. А он, между прочим, считается очень осторожным и в словах, и в действиях. Так что Украина победит. Весь мир с нами. И как бессмысленно начал ваш царек эту войну, так бессмысленно ее и закончит. Я не знаю как. Потому что прогнозировать общество, построенное на бессмысленности, невозможно. Я с этого начал. Но я знаю, что произойдет, это максимально бессмысленно и болезненно для вас всех. И чем дольше все это будет длиться, тем болезненнее и бессмысленнее будет финал. А вот что имеет смысл, сейчас посмотреть на ситуацию из кабины Хаймарса. Посмотреть на ситуацию глазами победителя. Субтитры сделал DimaTorzok